правда ли что с помощью рисунка можно увидеть настроение его автора и даже исправить этот вопрос я адресую арт-терапевту надежде большакова здравствуйте надежда здравствуйте надежда неужели с помощью рисунка можно повлиять на настроение человека да конечно с помощью рисунка можно эффективно выгрузить свои негативные эмоции которые вы накопили в течение дня возможно это агрессия возможно это печаль раздражение после каких-то конфликтов на работе либо в семье и чтобы максимально экологично выразить эти эмоции не перенося их на своих близких можно выгрузить их на бумагу вот я слышала если у вас плохое настроение рисуйте цветы если болит зуб рисуйте там пароход правда ли это что нужно рисовать какую-то конкретную фигуру при определенной проблеме нет можно рисовать метафору то есть вы можете рисовать вообще цветные пятна можете рисовать какой-то образ который ассоциируется у вас с данной эмоцией который вы испытываете бывает такое конечно что мы не можем определить свою эмоцию и тогда можно просто погрузиться в ситуацию которая с вами произошла и вас волнует и уже из исходя из этого начать рисовать вот я вижу надежду вас рисунки расскажите пожалуйста какие эмоции на ней мне так кажется что все прекрасно и благополучно в этих рисунках покажите нам здесь немножко не об этом не об этом здесь другие техники ну вот например с помощью техники кактус мы можем узнать какое у вас данный момент эмоциональное состояние этот цветок символизирует или сам кактус или в то что вокруг расскажите поподробнее в каком состоянии был человек который это рисовал но я так скажу это мой рисунок здесь можно узнать многое можно узнать насколько сейчас человек агрессивен насколько хороша его самооценка или она занижена в чем он сейчас нуждается то есть вот пять человек сидит рисует кактусы у одного то есть вы даете им задание рисовать с цветком или рисовать без цветка или и и поэтому вы смотрите потому нарисовал цветок говорит все прекрасно не нарисовал значит а у человека настроение не очень не цветет нет тут немножко не об этом здесь нужно смотреть кактус в дикой природе или кактус домашний что это значит вот у вас в дикой природе в дикой природе значит человек сейчас больше настроен на то чтобы обрести некую свободу хочет проявляться здесь он в окружении других растений значит он нуждается в общении вот если кактус домашние арт-терапевт задает такой вопрос как ему какая там земля в горшке хорошо ли ему человек начинает погружаться в это состояние и говорит на самом деле то что происходит с ним внутри то есть вот этот кактус как бы вот якоре настроения да то есть вы именно предлагаете рисовать кактус или вы предлагаете рисовать вообще цветок можно нарисовать цветок это тоже будет понимание своей личности так как говорят психологи своего эго на данный момент то есть как человек себя чувствовать некоторые рисует поникший цветок или засохший ну тут сразу понятно что у человека какое-то депрессивное состояние или печаль что означает вот эта красивая верхушка кактус это означает ну на самом деле демонстративный демонстративность да то если человеку нужно внимание что будем делать сегодня ну мы можем поработать с эмоцией давайте собесли у вас можем поработать с обидой с эмоцией с эмоцией хорошо должны выставить какую-то первоначальную цель что вот мы должны в результате прийти к эйфории например или она просто просто возникнет давайте вспомним недавнюю ситуацию которая была для вас может быть раздражительной или вы испытали гнев или разочарование мы нарисуем да можете даже не определяет какая конкретная эмоция нарисуем метафорично ну давайте сначала мы должны идти от негатива да поэтому краски я так понимаю не могу быть желтый это кстати во многом ведь голова подсказывает нужно как-то отпустить это все вы просто погружаетесь и интуитивно берете краску как вы хотите может быть у вас смешение красок получу ли я просто рисовать какие-то круги или пятна или мне все-таки нужно кактус вот меня единственно что беспокоит вообще все что угодно рука сама поведет на самом деле когда вы думаете об этой ситуации интуитивно будете рисовать то что нужно что потом ваше подсознание трансформирует что-то другое несмотря на темные цвета все-таки хочется рисовать красиво как я не знаю почему вроде бы я ситуацию вспомнила и цвета не очень яркие но хочется почему-то чтобы рисунок был красивый пока вы рисуете свое состояние я подумала что сделаю другую технику а я сначала нарисую свое исходное состояние и свое желаемое и вот так мы можем соединить свое исходное состояние сделать переход желаемые и на тонком плане все как-то это происходит давай я пока тут выплескивает свои эмоции причем вы знаете мне очень нравится мне нравится моя картина несмотря на то что тут таких ярких то особенно цветов нет мне так нравится такое чувство что я приду домой и просто ее в рамку повешивать уже может быть просто вам не спит художник и сегодня я об этом узнаю художник на самом деле спит в каждом в каждом но в комнате и проснулся детях он не спит затем что-то у нас перекрывается творческая просто нам наверное кто-то говорит что у тебя не получилось и вот с этого момента вы наверное уже не рискуем больше вот и задача арт-терапевта зачастую раскрыть творческий потенциал потому что когда человек начинает проявляться в рисунке он видит продукты своего труда начинает повышаться самооценка и человек уже свою креативность переносит на другие виды своей деятельности то есть он уже и в работе начинает проявляться проявлять какую-то инициативу или чувствовать свою значимость смотрите надежда я вдруг поймала себя на мысли что я нарисовала вроде даже какой-то забор да интересно вдруг моя рука наконец-то моя голова отключилась и моя рука нарисовала какой-то забор за забором видимо по эмоции возможно я не выпустила просто да возможно так так а это что у нас а я рисую свое состояние сейчас она такого более спокойно и размеренная а мне хочется больше какой-то яркости в жизни то мы же поставили себе задачу уйти отсюда в эйфории достичь эйфории мы поставили задачу яркости поэтому я сейчас буду делать себе это настроение вы будете исправлять этот рисунок либо рядом что я буду рисовать рядом и потом их объединять в одно целое так мне что дело уже выразили исписала своими негативными эмоциями попытайтесь понять а что в этом рисунке на что похоже какой образ есть вот мне почему-то кажется что это вот какие-то вихри мыслей каких-то да вот как раз может быть они не совсем ресурсные вот эти вот почему тогда мне кажется что это какие-то вихри какие-то вот эти спирали это вихри каких-то мыслей которые если что-то не так гоняются постоянно в голове что вам не нравится в этом рисунке ну мне понятно что не нравится забор вот и наверное вот эти черные полосы мне тоже не нравятся чтобы вы с ними сделали на что они похожи чтобы хотелось сделать нарисовать другое что-то дорисовать добавить наверное я бы нарисовала цветы хочешь быть хорошим настроение рисует цветы рисуем да да надежда смотрите как интересно получилось забора нет есть подсолнухи есть солнце есть голубая вода по моему все замечательно очень ресурсный рисунок получился получился пейзаж так что получилось у вас у меня два состояния то есть вот это состояние моё сейчас это состояние которого я хочу из какого-то эмоционального такого всплеска радости любви чего-то такого яркого вот и сейчас мне нужно перейти из этого состояния в это это можно сделать рисунком я должна как-то эти краски сюда добавить эти краски сюда это тоже может быть метафорично если рисуем образ это может быть какой-то образ переход одного образа в другой так я просто объединяю эти два состояния то есть недостаточно просто нарисовать нужно еще и вот пройти этот процесс до конца да то есть в этот переход устроить на бумаге до навыки рисования вообще не обязательно ну да я вот заметила последний раз я рисовала наверное лет в шесть в семь уметь держать кисть и иметь краски так вот здесь не хватает красного просто куда-то сюда добавлю добавляю краски из левого рисунка вправо и справа в левый то есть именно с помощью одинаковых красок вы объединяете да да ну как бы подсознательно чувствую как будто это переход одного состояния в другое вот достаточно ли для прорабатывания какой-то проблемы вот одного рисунка или приходится иногда по несколько рисунков делать чтобы проработать окончательно проблему какую-то иногда приходят люди которые даже не могут понять что с ними какие эмоции и какая ситуация вызвала их то есть это может быть что-то уже застарела приходится человека погружать какие-то более ранние периоды есть много методик методик проективных рисунков где можно узнать про диагностировать человека какая у него проблема может быть какая-то потребность не закрыта еще в раннем детстве и она начала проявляться только сейчас замечательно есть еще какие-то техники работы с рисунком вот я так понимаю что это 2 2 разные техники да ну это тоже техника с эмоцией немножко другая это выход из одного состояния в другое вот например здесь я рисовала образами ты даже похожи на метафорические карты здесь такое состояние наверное желание уйти от своих страхов и ограничений на тот момент у меня было это мой рисунок но однако очень такая скажу не каждый бы ступил на эту лесенку лесен когда довольно такая ненадежная нарисована поэтому и страшно было до этой лесенке на самом деле не было тут уже трансформированный рисунок был только обрыв и вроде как пути нет так вот дальше на следующем листе я рисую состояние которого бы я хотела достичь такого состояния умиротворения безусловной любви ко всему живому и и потом и дальше мы объединили мы берем вот это было два разных листа мы берем третий лист кладем между ними и объединяем эти два рисунка как вы потом их склеили просто давать в разное время даже рисовали да нет это было все в одно время все в одно время но занять первое второе и только этот только вот этот был третий это когда ты не знаешь как перейти из одного состояния в другое не можешь понять своих ресурсов своих возможностей мы делаем это на бумаге каким-то чудесным образом это происходит в жизни и это важно спасибо огромная надежда состояние эмфории я достигла вы я тоже значит 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 мы можем и вам посоветовать сделать то же самое берите кисти или карандаши карандашами тоже можно даже можно и рисуйте выражайте свои эмоции если вам хорошо рисуйте что вам хорошо если вам не очень хорошо рисуйте что вам не очень хорошо а затем вот получится из заборчика как у меня вот такое вот поле подсолнухов и настроение будет великолепным не бойтесь